Всем здравствуйте! Это новости Турции. Для тех, кто открыл подобное видео впервые, я живу в Турции и снимаю выпуски новостей, перевожу на русский язык. Все, что у нас здесь в стране из официальных источников происходит. Это мой личный блог без какой-либо претензии на профессиональную журналистику, простое повествование и пересказ. И в инфобоксе под видео есть ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Если вы хотите быть в числе первых, кто все узнает и держать руку на пульсе, то подписывайтесь на этот телеграм-канал. Ну а мы с вами приступаем. Сначала, как всегда, о большой геополитике поговорим. Важная новость вчера произошла в турецких СМИ, это очень официальных СМИ, да, форсилась, пересылалась и обсуждалась громко о том, что Турция вчера передала ООН письмо, содержащее призыв со стороны 52 государств, а также двух международных организаций, вести оружейное эмбарго против Израиля. Об этом сообщали источники ДИП-представительства в турецком МИД. Ранее по предложению министра иностранных дел Турции Хакана Фидана в ООН была выдвинута подобная инициатива о совместном объединении и обращении привлечь внимание международной общественности к вопросу прекращения продаж оружия и боеприпасов Израилю. А внутри Турции что произошло? Вчера, в воскресенье, в первой половине дня в городе Чорум на севере Турции произошел взрыв в жилом здании. Это был взрыв бытового газа, в результате чего погиб один человек, это 65-летний мужчина, и 33 человека еще пострадали. Причины инцидента выясняются, но по первой версии это взрыв домашнего газа в квартире вот этого погибшего 65-летнего мужчины за 45 минут до взрыва соседи чувствовали запах газа. Очевидцы есть, кто выжил, и есть какие-то показания на эту тему. Скорее всего это вот нарушение какого-то обращения с домашним газом. Хочется отметить, что разрушения были катастрофические. Это трехэтажное здание, где произошел взрыв, и там просто вынесло взрывной волной стены, квартиру, все, что там находилось в этом помещении, просто на улицу. Повредились и соседние дома, если 33 человека пострадавших. Да, это старое такое место, узкая улица со старыми домами, ну относительно старыми, я имею в виду, не супер новый модерн. И очень тесная застройка, много людей вокруг, конечно же, пострадавших, много разрушений, много соседних домов пострадали. Ну а квартира, в которой произошел взрыв, ее просто со всеми внутренностями, с мебелью, с несущими, повторюсь, стенами, просто вынесла на дорогу возле дома. Вчера, в воскресенье, был перекрыт центр Стамбула в честь ежегодного забега и марафона, который каждый год происходит в Стамбуле. В эти дни съезжаются спортсмены со всего мира, это единственный марафон в мире, который объединяет и проходит через европейскую, азиатскую сторону по мосту Босфорскому. И вчера победителем стал мужчина из Эфиопии, он всю дистанцию преодолел за 2 часа 11 минут, и женщина, она преодолела за 2 часа 24 минуты. Также еще, помимо всего, был отдельный заезд на инвалидных колясках и забег на 15 километров на короткую дистанцию. Вернувшиеся из Турции туристы-россияне жалуются на сыпь, вызванную вирусом Коксаки. Жалобы поступили от туристов, которые отдыхали в городе Белек, Кемер и Сиде. При этом очень многие столкнулись с вирусом еще в отпуске и привезли его уже домой. Так известно об одной семье из России, которые сейчас лежат в госпитале в Анталии под капельницами, но может быть уже на момент выхода видео они уже выписались или уехали, еще неизвестно, но такая семья была. И среди основных симптомов этого вируса Коксаки это сыпь, очень высокая температура, больше 39, и слабость. Вирусы подтверждены у детей и взрослых, и на данный момент известно как минимум о нескольких десятках людей, которые заразились этим вирусом, находясь на отдыхе в Турции. При этом Генконсульство РФ в Турции прокомментировало сообщение о этих жалобах и сказала, что это мощный вирус, которым заболевают российские туристы, и в основном он расположен, его очаг в городе Белек. Говорится о том, что это скорее всего ротовирусная инфекция. Но обращению по поводу массовых, как эпидемии, еще что-то подобное нет. Также власти Анталии заверили, что ситуация с заражениями находится под их контролем. Консульство РФ и власти Анталии успокаивают людей, и вспышек каких-то массовости по этим городам Анталии, Алания, Белек и так далее не наблюдается. В общем, в любом случае, этот запрос был отправлен из России Роспотребнадзором на него. Вот официально власти дали ответ. Именно здрав Турции заявил о том, что они будут предоставлять любую информацию по запросу и будут контролировать данную информацию и ситуацию по эпидемической обстановке на курорте. Президент Эрдоган подал иск против лидера оппозиционной партии за оскорбление своей личности лжи. Эрдоган подал иск против лидера ДжГП Озела и обвинил его в публичном оскорблении президента. Есть у нас такая статья, я вам за нее, про нее раньше говорила, за нее уголовное наказание. Еще есть статья о клевете и обмане. Турецкий лидер также подал иск о возмещении морального ущерба, связи с этими статьями, в районе 30 тысяч долларов. Иск о возмещении морального вреда был подан в Стамбульский суд на фоне ареста мэра Эссеньюрта и протеста, которые были. Я вам в прошлый раз говорила о митингах. По обвинению в связях его арестовали с террористами ПКК. И при этом на митингах, который тогда был в Сен-Юрте, Озель выдвигала речи. И вот из этих речей официальных видео выдвинут иск. Что хочу отметить, это не первое такое дело. Также подобный иск был подан за клевету и оскорбление на действующего мэра Стамбула и Крема Имамулу, когда он собирался выдвигаться на пост президента, на прошедшие выборы. То есть вот эта история про какое-то дело незаконченное, как правило, практика, это очень часто тянется долго, годами, по сути, затягивается это дело. И когда на тебе есть какая-то незаконченная статья, скажем так, нет еще и исполнения какого-то решения суда, то очень много прав у политика обрезаются. Пока он под следствием идет, он не может там куда-то избираться, что-то представлять и так далее, выходить, например, на президентские выборы. Эта статья тоже не позволила тогда мэру Стамбула выдвигаться на пост на выборы. В общем, это стандартная история, поэтому люди отнеслись, ну, скажем так, люди, реакция народа скептическая, уже было такое. Скорее всего, возможно, им какую-то компенсацию моральную, знаете, никакого заключения там в статье уголовной не будет. Нет, возможно, какая-то административка, штрафы, ну, не 30 тысяч долларов, ну, условно, там, 10-15 выплатить, ну, что-то вот в таком роде. То есть это не произвело большого фурора в обществе обсуждений каких-то возмущений или поддержки, ну, просто обычная политическая возня, борьба и, как бы, как говорится, в политике все меры хороши. В Куджаэле происходят протесты, происходили против действия турецких властей радикальными активистами, которые против Израиля, в частности, против торговли с Израилем, которые поддерживают Палестину, выходят на пропалестинские митинги. И эта ячейка, я очень много ранее в видео других рассказывала об этом в новостях, есть ячейка активистов, радикалистов, которые крайне радикально настроены, и они при этом критикуют власть и действия властей, в частности, Эрдогана, самого аппарата, который сейчас у власти, за их бездействие, за их полемику какую-то. Да, но без, за то, что они очень много говорят, а по факту про помощь в Палестине и участие какого-то мало делают. Это вот, если цитаты, да, берем этих людей. Так вот, что происходило, проходили на протесты, на митинги и блокировали попытки торговли государства турецкого с Израилем. Так, в Куджаэле, в частности, в порту Бейлик-Тюзу в Стамбуле, порт называется Амбарлы, турецкие силовики пытались разогнать вот этих протестующих мусульман, которые заблокировали колонну грузовиков с товарами, которые планировали из этих грузовиков перегружать на корабли, торговля обычно, да, экспорт товаров из Турции в Израиль. Они кричали в лозунги, такие как «Тагбир», «Аллаху Акбар», пытались прорваться, захватить сам корабль, на него тоже пытались прорваться. В общем, короче говоря, у них ничего в итоге не получилось, потому что полиция останавливала, и полиция выставила жесткое оцепление, и даже применяла оружие. Были звуки выстрелов на видео. В ближайшие дни парламент Турции приступит к обсуждению закона об иноагентов. Никогда такого не было, и вот здравствуйте, да, ни у кого не чувство дежавю. Что это такое? У нас в Блумберг выпустили статью о рассмотрении парламента Турции. В самой Турции это очень тихо проходит, не обсуждалось до вот этой громкой статьи в Блумберг. То есть внутри страны акцентирования внимания на этом событии в парламенте не было. Тихой сапой хотели всю эту историю протащить, конечно же, в принятии этого закона. Что будут обсуждать иноагентов, которые могут влиять на внутреннюю политику страны, имея иностранное финансирование. Но закон здесь пожестче, не как в России, например, плашка, не за несоблюдение, которые там штрафы и все прочее, прочее, а посерьезнее. То есть, ну вообще под эту статью, определение можно любого человека вообще подтянуть, да, журналиста, политика и кого угодно. По нарушению этого закона предусмотрено наказание вплоть до 7 лет лишения свободы. Не слабо, да, сразу с ходу на семерку можно залететь. Всем прекрасно понятно, что это определенный рычаг давления на несогласных внутри страны, на людей, которые имеют другое какое-то мнение. То есть максимально обтекаемая формулировка закона говорит о том, что к этой отчетности, к званию иноагента можно притянуть вообще любого человека, который имеет какое-либо другое мнение. Очередная социальная дичь, так скажем, без эмоций здесь никак, которая произошла в Стамбуле на днях. Шестилетняя девочка пропала 31 октября в Стамбуле, в центре города, в районе Шишли. Родители искали ребенка, вышли в СМИ, телеканалы, в эфиры различные, ребенка не могли найти. И вот буквально в субботу ребенка нашли. Девочку была убитая, задушенная, на кладбище закапана в том же районе Шишли. Оказалось, что это мужчина 49-летний украл этого ребенка. Потом неизвестно пока что-то, что там происходило. Но по факту было поступление в полицию, они отрабатывали версию. И ребенка в итоге на кладбище нашли. Здесь же вопрос к адекватности, скажем так, общества, уровня насилия, безнаказанности какой-то, психического состояния. Точнее, это явное дело, что человек нездоров, который подобное преступление совершил и так далее. Одно могу отметить, вот как гражданин здесь, житель в стране, в частности в Стамбуле, что хочу сказать. И скажете, центр города, Шишли, дорогой очень район, как такое могло произойти и так далее. Я могу, как родители, сказать, берегите своих детей, относитесь к ним внимательно, интересуйтесь детьми. Что я здесь вижу на кадрах из дома этой семьи? Старые дома в этом районе Шишли, назовем такое мини-гетто, криминальное местечко, скажем так, неспокойное. И там живут, конечно же, не на хорошем социальном уровне люди. И, ну, скажем так, это очень бедный такой квартал. И шестилетний ребенок, которого смог увезти, назовем так маньяк, преступник, убить ребенка, это явно не досмотрели родители. Потому что в таких районах, очень часто, кварталах, даже в центре города, дети как трава на улице растет. Условно, за ними плохо смотрят, ухаживают, нет внимания и тому подобное. В общем, когда я увидела эту новость, это ужасная катастрофа, но я не была удивлена, что такое могло произойти. Следующее, что хочу по этой новости сказать, конечно же, не важно, как социально живет семья людей и так далее, какие условия могут они за кем смотреть, нет. Такое недопустимо в любом случае. Я надеюсь, этот преступник будет заслуженно наказан. И давайте последняя новость, более-менее скрасим, позитивная, добрая, чтобы у вас осталась хорошая нотка. 81-летний турок, его зовут Тефик Дуан, он с юности интересовался спортом и регулярно занимался спортом. Сейчас этот 81-летний дедушка регулярно занимается в спортивном зале, живет он в Измире. Но, несмотря на все, он не остановил свои тренировки даже после того, как у него диагностировали рак простаты. Мужчина посещал тренажерку, спортивный комплекс с одобрением врачей, когда проходил лечение, переключился морально на все это дело, чтобы отвлечься и так далее. И сейчас он занимается и кардио, и силовыми упражнениями в фитнес-центре. Каждую неделю он ходит три раза по три часа. При этом он нашел такую отдушину, он общается, конечно же, ходит пообщаться с людьми, которые в тренажерный зал тоже ходят. Молодые приходят, с ними общается, рассказывает про пользу спорта. Сам, как пример, 81 год дедушки на минуту, куда очень прекрасно выглядит он. В общем, рассказывает о своем опыте, что он не просто возрастной такой дедушка, который занимается спортом и не сложил руки, а еще как он поборол болезнь свою, как силы находит. Это, в общем, нашел такую отдушину, с чего, собственно, я и вам желаю, чтобы вы занимались чем-то в свое удовольствие, чтобы это вам приносило удовольствие, какая-то была у вас отдушина и жилось вам от этого легче, приятнее, спокойнее. Спасибо за ваше внимание. На данный момент новости Турции вот такие. Встретимся с вами в следующем выпуске в инфобоксе под видео. Ссылка на телеграм-канал самых свежих новостей из Турции. Обязательно подписывайтесь, пишите комментарии под видео и оставьте ваше мнение, какая новость вам больше отзывалась сегодня и вывела вас на эмоции или какую-то вашу реакцию. Скоро увидимся. Всем пока.